Тренировка мышц ног, техники перемещения и тактики боя за довольно короткий период времени, 1-1,5 года, позволит ученику ниндзя существенно повысить уровень тренированности указанных качеств. На экране вы видите методы преодоления небольших препятствий с использованием кувырков кайтен, колес дайсерин или отен и перекидных прыжков или китен. Кроме нескольких основных принципов, не существует каких-либо магических рецептов и заклинаний, с помощью которых ученик может достичь мастерства в бесшумном передвижении. Это умение сугубо личное, развиваемое в процессе постоянного поиска и тренировки наиболее рациональных форм и способов на основе принципов, веками развивавшихся в кланах ниндзя. Переведенные ниже виды техники бесшумного передвижения являются лишь примером отражения этих принципов на физическом плане. В первое время можно обращаться к пояснительному тексту данного фильма. Однако на следующем этапе тренировки ученик ниндзя должен найти для себя сам наиболее приемлемые методы и технику, которая будет работать только на него, исходя из его личного опыта и степени тренированности. Принципы бесшумного передвижения. Передвижение осуществляется на расслабленных ногах, причем в движении задействована вся конечность – голеностоп, колено и бедро. Следует передвигаться как можно на более согнутых ногах. Как пишет Масаки Хацуми в своей книге «Грандмастер Буков Ниндзя Тренинг», нужно искоренить плохую привычку ходить на прямых ногах, подобно аисту на болоте. Вес тела расположен на одной из ног, а не на обеих. Перенос массы с одной ноги на другую осуществляется как можно более плавно. При шаге никогда не следует ставить ногу на всю стопу сразу. Нужно научиться плавно перекатывать ногу с пятки на носок или с носка на пятку, в зависимости от техники передвижения.